Каждый месяц тишину картинной галереи нарушает классическая музыка. Зал наполняется чарующим звучанием. Фортепиано, гитары, балалайки, саксофона, баяна и изысканного вокала. Родина под сопрано Карины Некрасовой заворожила пожилых и молодых гостей 41-й арт-гостиной. Название программы «Вечером музыкальный серпантин» получились с философскими. По мнению организаторов, у слова «серпантин» есть два значения. Это извилистая дорога в горах, которая похожа на путь музыканта. Второе значение – яркая цветная лента. На нее со временем становится похоже выступление. У нас музыкальный серпантин – это как бы возвышение профессиональности мастерства. Потому что наш концерт начинает учащийся в детской музыкальной школе номер один, а продолжает и заканчивает студенты музыкального колледжа. Открыла концерт юная Азалия Зарипова. Она полюбила фортепиано еще с детского сада. Но там на заветный инструмент можно было только любоваться. Играть на нем детям не разрешали. Поэтому девочка попросила родителей записать ее в детскую музыкальную школу номер один. Теперь она с легкостью исполняет вальс Чайковского. К музыке и учебе в школе юная Азалия относится серьезно. Хотя и бывают моменты, когда она дает себе слабину. Правда, ненадолго преподаватели не дают расслабиться. Бывает такое, что уже голова пухнет и хочет взорваться, и уже вообще не возвращаться в эту школу, но приносит очень большое удовольствие. А это уже романтичный саксофон. В руках маленького музыкального мастера Равиля Герфанова ноды словно оживают. Если прислушаться, то в них можно услышать нежные чувства и боль утраты. Он исполнил произведение «Все напоминает о тебе Батыркаевой». И так четыре года в любую погоду концерты наполняют жизнь горожан теплотой и смыслом. Я выхожу с концерта в таком состоянии. У меня вот там где-то крылышки вырастают, и я порхаю. Я забываю о своем возрасте, забываю, что мне уже, ну, скажем, 18 лет. Напомним, арт-гостиная появилась в декабре 2010 года. С тех пор каждый первый четверг месяца на творческих вечерах собираются истинные ценители музыки. В ноябре пройдет встреча, посвященная творчеству художника Сергея Андреяки. Какой она будет, пока до конца не знают даже организаторы. Но без сомнения интересны.